добрый день дорогие мои друзья меня зовут жанна и я всех приветствую на своем канале наконец-то сегодня я решила записать видео про диету массиво так как меня многие спрашивали чтобы я поделилась этой диетой и вообще что он ест и как он ест если это не секрет так вот это не секрет честно говорю что это не секрет сейчас все расскажу где тут моя шпаргалка я буду подсматривать потом я вам все покажу меня тут разложено на диване все рядом со мной включила кондиционер сделала его бесшумно но бесшумно мало охлаждает поэтому ну я выдержу я выдержу чтобы записать это видео а то люди ждут неудобно ну как вы уже знаете мы с массиво ходим к диетологу мы к нему ходим раз полтора месяца где-то первый месяц пошли в марте 15 марта был первый прием у него значит что как это все проходило я вам потом добавлю кусочки видео когда мы были мы сейчас ходили к нему 7 июня ну вот как видите 7 июня я только сейчас смогу смогла записать это видео чтобы вам подробненько все рассказать а до 7 июня мужа были два раза первый раз мы ходили к нему 15 марта это было так вот первая брошюрка у меня март 22 но массиво тут уже видите вот такие брошюрки сейчас я вам покажу вот смотрите вот на моем диване вы видите 3 3 брошюрки это три месяца которые он уже сходил замерился вот здесь написано март там написано маджо то есть май и вот здесь написано джунио это массиво для себя так пометил сейчас он питается по этой книжки вот эти три диеты у него уже есть это все замеры каждого месяца все подробно расписано настолько подробно обхват и все обхват и все цифры подкожные жиры влажность сколько чего и вот он ему здесь выделял видите это грасси это грасси у него сколько было процентов смотрите кто понимает может посмотреть в общем вот такие цифры у него были вычислены потом идет второй месяц и тоже вот так и точно также третий месяц ну что начнем с первого месяца в первом месяце массимо весил 112 килограмм с половиной это довольно таки серьезный вес но он был очень серьез он был очень серьезный в плане обхватов объемов и его невозможно было хватить ему 49 лет и рост у него 173 сантиметра то судя по этим врач ему тогда первый раз все разъяснил у него такая машинка я не знаю как это называется я вам потом покажу последовательно по видео что как он его измерял я там тайком смогла их снять бочком там еще секретарша сидела то я уж так спиной закрывалась и его пыталась снять пока он ему там эти замеры проводил в общем он его взвесил замерил в начале сантиметром а потом положил на кушетку и уже на аппарате на компьютере все это грамотно сегодня все излагается то есть вот первый месяц и вот эти я вам то что показывала вот это все но здесь трех листах в трех листах все замеры все исписанно расписано это очень хорошо потому что это помогает психологически я говорю только для массива психологически обратить на себя внимание потому что одно дело когда ты ешь 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 всю жизнь свои любимые хлебные изделия и колбаску копченую и нарезки всякие копченые это все его любимое все что нельзя это все его любимое нутеллу когда ты признавался как будто исповедовался он говорил я съедал банку нутеллы за вечер пиццерии а съедал знаете как ложками большими вот так даже не намазывала вот так ложку и проглотил и побежал дальше лепить свои пиццы людей когда бывало много вот ему это он говорил это моя друга то есть это мой типа наркотик я зависим от шоколада я зависим от этой нутеллы и вот так но лет десять назад я ему говорила массиво это ты сейчас зависим а потом когда ты станешь зависим от своего здоровья тоже будет поздно дорогой надо как-то умеренно все это делать но он так смешно это оправдывал типа люди курят люди играют люди ну смысле проигрывают там люди то делают пьют а я я только я только вот это люблю вот он как-то так ребенок он оправдывался тем что он любит только это я говорю ладно ешь только это но говорю смотри не придет момент будет очень плохо тебе ну что так и получилось и когда массиво увидел вот эти все записи врач ему вот прям вот так каждую строчку расшифровывал здесь у тебя вот столько в руках у тебя вот столько жира на животе у тебя вот столько у него на животе я вот для себя так коротко выписала что потому что мне в очках трудно читать не надо я у меня близорукость не надо снимать вот чтобы видеть хорошо я без очков вижу даже печати на это клеймо на кольце поэтому в очках мне немножко трудновато но я себе так выписала самое необходимое в общем жир у него первый месяц был 38 процентов и два это было в марте подкожный жир вот можете себе представить там отдельно у него на животе жир это самый против чем он очень самый нехороший который практически тебе обволакивает все и вот этот жир на животе он бывает особенно у мужчин от которого очень тяжело ну и в принципе и у женщин тоже в принципе и у женщин тоже от него очень тяжело избавиться и по себе я знаю по себе да и у него было 38 и два процента через месяц когда он похудел на 7 килограмм то есть через месяц 28 апреля мы пошли на взвешивание на контроль чтобы после этого же обследование и вот нам выдали снова вторую книгу и описание обследования он похудел и он стал в общем после первой диеты он стал сто четыре восемь сто четыре восемь после третьей он стал девяносто девяносто восемь сегодня массимо весит девяносто пять это чтобы вы понимали да как это все вот у него кто-то мне писал это очень быстро для него это не быстро потому что он просто остановил то что он любил то есть шоколад шоколад сладкое эти сладости у итальянцев принято каждое воскресенье покупать на обед упаковочку сладостей пирожные вот просто пирожные они будут большие или маленькие вот такие бывают но обязательно они так привыкли они так привыкли вот я помню мой свекор он приносил на всех детей он утром уезжал в воскресенье они любят по воскресеньям утром рано и выезжать на кладбище погуляют на кладбище по проведают там своих родных и близких потом через пироженки и вот он приносил на упаковочку верхнему брату упаковочку то есть сыну верхнему верхнему сыну старшему который над нами живет я поэтому говорю верхнему брату и сестре дочери тоже упаковочку поэтому как тут как тут не поправишься каждое воскресенье ну еще помимо воскресенья если он так активно любезничал с нутеллой съедал за за день съедала упаковочку нутелл я не представляю как это можно я просто не представляю как это можно ну ладно он очень любил и теперь просто это прекратил есть конечно если он прекратил есть это все сладкое потому что ему врач конкретно сказал у тебя ожирение и тебе надо остановиться если ты серьезно не будешь относиться к этой диете к своему питанию то ну что сказать тебя ждет инфаркт инсульт и т.д. и т.п. и ну как и все диеты предлагается список описывается продукты какие нужны на эту неделю то есть на месяц потом примерно какого количества день 1 день 2 до 7 дня потом просто эту неделю повторяешь и вот это длится месяц-повтора ну думаю нормально так потом здесь описывается диета значит день ну вот возьму сейчас я скажу все продукты которые едят каждый день все нормальные продукты это для массиво не нормальные а так это все обычные продукты никакого там специальных никаких продуктов нет чтоб покупать прям себе все то что он ел обычно просто добавляются овощи например первый месяц он ел в основном вареные овощи к белку то есть к мясу красное белое он ел вареные овощи второй месяц он их немножко очередовал третий месяц у него сырые овощи чтобы заставить его но хорошо что он ест хоть и не салат листья салата вот этот айсберг вот это он ест раньше он его мог есть по праздникам этот айсберг листья а сейчас ну я говорю надо сырые овощи он не один день говорит я тебе сейчас помидорки порежу он мне говорит зачем в пасте же есть соус томатный это же помидоры я говорю ты чё вообще что ли не научишься я не могу понять ну какие помидоры тебе надо сырые грызговать понимаешь тебе надо их есть они загладывать завтрак печеньки здесь же едят на завтрак печеньки и вот печеньки 20 грамм 20 грамм потом у него идет значит что спунтино спунтино по-русски было короче второй завтрак пусть будет второй завтрак сразу не идут мне слова слова молоко значит молоко с кофе ему пьют и вот завтрак у него идет печеньки с этим потом идет металл потом идет француз обед идет у него паста суго и тунец на второе нормально это это обычные продукты ничего специального то что он есть всегда просто паста у него началась с семидесяти пяти грамм и вот каждый месяц третий раз он сейчас есть шестьдесят семьдесят пять ел потом ел семьдесят а сейчас есть шестьдесят видите каждый месяц уходят граммы помаленьку а у него килограммы а у него килограммы уходят так мало пять грамм всего скидывает каждый месяц доктор ему а с него вот такие килограммы бац и нету это же здорово конечно в день у него получается пять раз приема пищи после обеда у него опять идет как мериндино значит вот эти рисовые галеты галеты рисовые тоже 20 грамм их получается по моему три штучки или две штучки ну нормально голодным не остается первую неделю конечно ему было очень тяжело очень тяжело а и что еще хорошо потом на следующей страничке после каждого дня идет рецепты прям расписание всех рецептов как приготовить что приготовить что с чем смешать и даже чем заменить это очень удобно и просто замечательно он я его приучила самому и когда меня нет я на работе чтобы он сам просто вот она у нас всегда это тетрадь тот третий месяц сейчас открыть на столе и вот он просто первый день второй день ну там понедельник среда пятница суббота воскресенье вообще доктор говорит как с понедельника по пятницу строгая диета то есть по питание по диете суббота воскресенье можете расслабиться он так и делал когда к нам нас были праздники тоже пасха он ел но потом на следующий день он опять так как будто первый день все строго по граммам по записям но все зависит от того что он прекратил есть эти сладости он ел раньше 120 грамм пасты сейчас у нее есть 60 конечно он будет худеть а как если мы допустим больше сделали пасту я говорю ой это теперь останьте он говорит да положись сюда да положись сюда туда все поместится все зайдет вот вот так было чтоб не выбросить чтоб не осталось знаете вот так второй месяц мы пошли в апреле так как мы пошли в конце апреля 22 до 28 апреля мы пошли на второй замер и уже у него вот этот жир подкожный уже уменьшился первый раз был 38 и 2 второй месяц второй замер у него был 33 5 конечно когда он увидел эти результаты массиво сам он был очень довольны он как-то себя чувствовал уже так хорошо ночью мне это стоило все пытался что-то мне свое опять доказывать доказывать плане еды что я там заменил вот это вот этим могут это вот этим и вот так вот ну так нельзя я настаивала где с улыбкой где с угрозой где с улыбкой где с угрозой я настаивала я я требовала я я требовала чтоб он ел по диете я говорю ты помрешь если ты так будешь продолжать а третий месяц вообще шикарно мы когда вышли вообще врач когда сделал замеры он вот так хвалил он и вот так хвалил что просто ему было очень приятно конем год вы чувствуете себя лучше он конечно доктор я так я вот я вот такой я живой я я быстро там я мне не трудно уже наклоняться и он на велосипеде стал выходить выезжать почаще потому что ему стало легче кататься крутить там же надо педали крутить а ему стало легче конечно ему стало легче а как первый месяц ему каждую субботу разрешена пицца была сейчас поменяла на лепешку вот эту неделю этот месяц у него вместо пиццы идет лепешка ну правильно них но в принципе когда он хочет он ее съест эту пиццу лепешка то есть вот эта тонкая лепешка ее можно там начинить чем-то другими вот так ее съесть или завернуть во что-то в мясо в овощи вот так вот поэтому питание второй месяц просто переложилось немножко места нет тоже тот же самый список продуктов просто теперь он в понедельник есть то что ел в пятницу а в пятницу есть то что ел в понедельник но граммы уменьшаются то есть идет уменьшение калорий и таким образом у него вот такие результаты он очень довольны я очень довольна мне тоже надо худеть ну вот допустим когда жанна приезжала к нам с ирландии как-то мне покушать я что гостей вожу кушать или там здесь кормлю а сами будем говорить нет мы на диете вы кушайте пожалуйста ну и мы под шумок с большим удовольствием конечно же кушали массимо ел все что был бывало все он ел ну потом зато все раз взял себя в руки и продолжаешь останавливаться ни в коем случае нельзя надо продолжать приучила его пить воду потому что вода очень нужна бы надо минимум пол литра выпивать с утра натощак ну потихоньку потихоньку все идет как надо слава богу с божьей помощью с моими молитвами все идет как надо вот я думаю подробнее вам не надо продукты потому что там у кого-то тех продуктов нет я просто дала вам понять что с чем мешают но это любой знает что кто хочет похудеть смотрите я по своему опыту вам просто подскажу берете тарелочку не очень большой ну десертную когда вы кушаете разделите ее пополам даже на 4 части глазами так поделите в одну часть 1 4 часть положите 30 40 ну зависимости опять от килограмм там надо считать калорий там надо подсчитывать все свои граммы кому сколько нужно есть положите значит в одну четвертую карба эти про углеводы потом рядом положите салат то есть овощи обязательно побольше даже не одну четвертую а побольше половину заполните овощами одну четвертую заполните углеводами и протеины сварите как бы на второе что у вас там котлетка курочка и вот это ваша тарелка все больше вы ничего не должны съедать в тарелке у вас должно быть обязательно карба и блин опять по-итальянски как они были углеводы протеины и клетчатка овощи один раз ешьте вареные другой раз ешьте сырые или положите вот эту часть где должны быть овощи положите туда половинку вареных половинку сырых так тоже можно и все вы уже разложили себе свой свою порцию правильно и все вот так глазами делите тарелочку свою вот так себе располагайтесь свои продукты которые вы должны съесть и все и приятного вам аппетита и через полчаса воды выпейте до и после еды ну и все ну я вам сейчас дальше покажу как мы сходили к врачу как нам делали эти замеры да и все ну и на этом я закончу опять девочки и мальчики спасибо всем большое кто смотрел и смотрит и будет смотреть не не забывайте подписываться пожалуйста ну вот все что я смогла я вам рассказала показала если у вас будут какие-то вопросы пожалуйста пишите мне я всем отвечу огромное благодарна всем кто мне пишет девочки вы мне уже как родные стали если будут еще какие-то вопросы по диете ну может по моей диете я вам вот рассказала как обычно я питалась тарелочку как раскладывать вот так и делайте и будет легко и просто и просто не ешьте хлеб ну и на этом я закончу свой рассказ и до новых встреч не забывайте мне писать комментарии новенькие пожалуйста подпишитесь если вам понравилось мое видео если понравилось насильно не надо ну и до новых встреч пока пока добрый день дорогие мои друзья меня зовут жанна и я всех приветствую на своем канале у нас сегодня третий раз массе мы вернее визиты к диетологу перписали пойдем взвешиваться уже третий раз пути потихоньку потом я вам все подробнее расскажу приехали вы к врачу хочу вам показать страничку нашего славуто ciao siamo arrivati dal медико пай пуса никого нету сейчас мы зайдем такая студия нам повезут что никого нету здесь обычно бывает очень много людей у нас у нас 15 за на черт у 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 мы уже вышли от медика от доктора и уже вышли от доктора и все отлично он его так похвалил он вот так похвалил он похудел на на 7 килограмм этот месяц похудел столько комплиментов он сделал через два дня пришлет нам новую деду я вам все расскажу у у у у у у у